Для создания теней от точечных источников света нам необходимо сгенерировать карту глубин с перспективы источника света. Это означает, что образец карты глубин основан на текущем положении фрагмента. Далее нам потребуется сравнить каждый фрагмент с сохраненным значением глубины и посмотреть, находится ли он в тени объекта или нет. Для того, чтобы вся эта система работала, нам потребуется так называемая кубическая карта глубин. Чтобы ее сделать, нам потребуется пробежаться по шести сторонам развертки кубика, задать ширину и высоту карты теней, далее задаем параметры текстуры. Так как эта задача ресурсоемкая, будем использовать геометрические шейдеры, чтобы за один проход рендерера сразу же построить кубическую карту глубин. Для этого мы можем напрямую прикрепить кубическую карту в качестве параметра глубины у нашего фреймбуфера, при этом не производя рендеринг цвета. Когда карта теней всенаправленная, у нас есть два прохода от рисовщика. Первый проход мы генерируем кубическую карту глубин, и второй проход мы используем эту карту глубин в обычном проходе рендерера, чтобы добавить тени к сцене. Далее необходимо придумать способ трансформировать всю геометрию сцены в релевантное пространство освещения во всех шести направлениях света. Поэтому нам нужна матрица преобразования света для каждой стороны куба. Перемножая шесть view матриц с соответствующими матрицами проекции, мы получаем в итоге шесть различных матриц преобразования света. И так как у нас матрица проекции не изменяется при изменении направления, мы можем ее переиспользовать для всех матриц перехода. Также задаем угол обзора равный 90 градусов, чтобы покрыть полностью поверхность кубической карты тенью. Передаем матрицы перехода в шейдер. И затем задаем значение ближней поверхности, позиции света и отрисовываем сцену с помощью данного шейдера. Что из себя представляет шейдер? Надеюсь это видео тебя замотивирует. Получили полезную информацию? Поставьте лайк и подпишитесь на канал. В шейдере вычисляем линейную глубину в качестве зависимости расстояния между самым близким фрагментом и позицией источника освещения. Вертекс шейдер попросту трансформирует вертексы в пространство world space и направляет их в геометрический шейдер. Геометрический шейдер в свою очередь отвечает за преобразование вертексов в координаты источников света. Здесь вещи становятся намного интереснее. У геометрического шейдера есть встроенная переменная называемая glLayer, которая определяет сторону кубической карты для отрисовки теней каждого примитива. В качестве входа у нас треугольник, а на выходе получаем 6 треугольников. 6 умноженное на 3 равно 18 вертусов. В main функции мы пробегаемся по 6 кубическим картам, по их сторонам. Далее мы определяем каждую сторону в качестве выходного фейса, сохраняя интеджер этого фейса в glLayer. После чего мы создаем эти треугольники, трансформируя каждый вертекс, который мы получаем на входе. Напоминаю, что вертексы располагаются в world space координатной системе. А мы трансформируем их в релевантную систему координат источника света, умножая фрагмент position с соответствующей матрицей преобразования light space. Отметим также, что мы отправляем результирующую позицию фрагмента, переменную, в fragment shader, чтобы впоследствии вычислить значение глубины. Фрагментный шейдер в качестве входных параметров получает позицию фрагмента из геометрического шейдера. Фрагментный шейдер моделей не нуждается в позиции фрагмента в пространстве источников освещения. Поэтому мы можем попросту взять значение глубин из вектора направления. Чтобы создать эффект теней, нам необходимо получить вектор между позицией фрагмента и позицией источника освещения. Затем мы можем взять значение линейной глубины в качестве длины между фрагментом и позицией источника света. Далее применяем так называемый percentage closer filtering или PCF. Данный фильтр позволит нам сгладить эффект лесенки вокруг модели с помощью фильтрации множества образцов вокруг позиции фрагмента и усреднения результатов. Есть несколько способов это сделать. Первый способ пробежаться по трем координатам x, y, z и вычислить значение тени. И второй способ добавить некоторый диск с определенным радиусом, разместив его рядом с направлением вектора fragment to light, для того чтобы взять образец из кубической карты. После небольших твиков получаем интересную картинку, что мы можем изменять значение радиуса этого диска в зависимости от дистанции камеры по отношению к фрагменту. Делая при этом тени немножечко мягче, когда они находятся далеко и диаметрально противоположно, повышая резкость теней, когда они находятся близко к камере. И для наглядной демонстрации посмотрим, что получилось, используя данную технику. У нас есть динамический источник света, который перемещается по сцене и видим, как объекты отбрасывают тени в режиме реального времени на поверхность деревянного пола. Профессионалы доверяют киберкала Лерн и изучают компетенции, которые необходимы в эпоху цифровых технологий. Киберкала Лерн – это портал для обучения, созданный с любовью к технологиям. Весь исходный код к этому и последующим видео, а также дополнительные материалы и практические занятия сможешь найти по ссылке в описании на сайте киберкала Лерн. Помимо этого, участникам интенсива 3D игровой движок на C++ доступна шкала усилий. Поднажмите и отслеживайте свой прогресс в элита школы Киберкала, а также соревнуйтесь с другими участниками в лидербордах. Получайте очки за прохождение тем и выполнение заданий. Стоит отметить, что использование геометрических шейдеров для создания карты глубин не всегда быстрее, чем попросту отрисовка данной сцены 6 раз для каждого фейса кубика. Это зависит от множества факторов, таких как окружение, характеристики оборудования, операционная система, драйверы, видеокарта и так далее. Также напоминаю, что к этому занятию существует ассайнмент на сайте киберкала Лерн. Вам необходимо показать, что происходит в буфере глубин. Используйте данную технику, чтобы отрисовать на квад значение глубин на сцене. Во вложениях к уроку найдешь подробности. Я надеюсь, данное видео понравилось и благодарю за просмотр.